Халё-халё! Всем привет! Гутен так! Сегодня мы поговорим с вами о тех глаголах, которые будут иметь в основе, да, то есть то, что у нас отбрасывая ЕН, остается вот этот кусочек, корень. Эта основа будет оканчиваться на буковку Д или букву Т. Для чего нужно отдельно поговорить про эти глаголы? Потому что, когда мы их изменяем по лицам, окончание глагола вы уже знаете. Но если вы новичок, хотите пройти программу вот прям с нуля с нуля, в свой разговорный уровень А1 вы можете пройти дистанционно на онлайн-платформе, там, где моя программа готовит специально к сдаче тест А1 в Гёте-институте. Итак, глаголы, которые имеют ДУТУ. Изменяя их по лицам, мы сталкиваемся с нюансом. Очень много моих студентов продолжают просто добавлять ИХ МАХ, И ДУ МАХСТ, ЭР МАХТ. Он делает. Но если мы возьмем глагол АРБАТЕН, как часто его все очень любят, только, пожалуйста, аккуратно делайте акцент, ударение на первый слог. АРБАТЕН, РАБОТАТЬ. Отбрасывая Н, окончание инфинитивно, мы видим, что наш корень закончился на буковку Т. Да, про себя все легко мы можем сказать ИХ АРБАТЕН, Я РАБОТАТЬ. А вот теперь на ДУ кому-то ТЫ, мы же должны еще СТУ добавить. Вот прям звонко СТУ, непроглатываемо СТУ. И что мы видим? ДУ АРБАТЬ СТУ мы просто сломаем ЦУНГ и БРЕХЕН, сломаем язык. Мы не сможем произнести или мы в корне потеряем половину букв звуков, или мы не идентифицируем вот это звонко СТУ окончание на ДУ, на второе лицо. Поэтому в данном случае мы будем брать вот такую помощничку, букву Э, которая будет между корнем, окончанием этого после нашей ДТУ и перед СТУ. И теперь посмотрите, как легко мы все можем произнести и написать ДУ АРБАТЕСТ. ДУ АРБАТЕСТ. ВО АРБАТЕСТ ДУ. Где ты работаешь? Вы увидели, что теперь протяжная вот эта помощничка, буковка Э, будет всегда использоваться после ДТУ, в тех словах, которые имеют такое окончание, ну и, понятно, перед согласными. Следующее наше лицо это ОН, ОНА, ОНУ. И мы помним, что окончание ТУ. ОН РАБОТАЕТ, ОНА СИДИТ, вот как в русском, да, вот такое ТУ должно прилететь про ОН или ОНА. ОНА, только пишем его как бы тоже немецким правописанием. И теперь ЭР АРБАТЕТТУ не идет, невозможно. И теперь мы помним, что мы ничего не должны потерять в корне, то есть там ОРБАТЬ это основа. Но еще добавляя ТУ, между ними появляется буковка Э, чтобы мы не потеряли наше произношение. Очень красиво, чисто все произнесли. И получается, ОН РАБОТАЕТ в офисе пусть будет. ЭР АРБАТЕТ им БЮРО. Видите, как легко, протяжно, теперь у нас все чистенько, правильно получилось. Дальше, мы работаем, здесь все понятно, ЕН, оно протянулось, ВИР АРБАТЕН, как инфинитив, всегда мы и они, или ВЕШЛИ ВАЗИ, очень легкие формы, такие же, как наши начальные формы, все то, что вы словарики, эти слова прежде всего, выписываете, учитесь, запоминайте. А вот теперь, когда много людей перед вами, ИР, вот это куча людей, и там окончание ТУ, и опять будет несостыковка, да, вот на границе ТУ-ТУ, если мы не возьмем вот такую помощничку, удлинительную, разделительную, ее по-разному, разные источники называют, самое главное, чтобы вы запомнили, что она нам сейчас просто нужна, вот как рыба без воды. И мы теперь говорим, ИР АРБАЙТЕТ СУХАУЗЕ, видите, что произошло, мы просто красиво все произнесли, самое главное, правильное, чистенько, давайте возьмем еще примеры, пусть будет БАДЕН, это купаться, как БАДИ ВАННЫ, ШВИМ БАД, БАДЕН, и здесь ЭН, отбросив, да, увидели мы окончание основы БАД, то есть на ДУ, и если мы будем изменять, склонять по лицам их БАДЫ, ДУ БАДЕСТ, перепрыгнули через буковку Э, ЭР БАДЕТ, перепрыгнули, добавили, обязательно вставили, ЭР БАДЕТ, ЭР БАДЕТ, ЗИ БАДЕТ, ВИР БАДЕТ, все легко, а вот теперь еще одно АХТУНГ, у нас три АХТУНГ, три восклицательные знака, три знака внимания, на ДУ, буковка Э, на ЭР, ЗИ, ЭС, добавляем между ними Э, потому что согласные у нас окончание, самых личных глаголов, и такой же на ИР БАДЕТ, напишите, пожалуйста, в комментариях вариант, ты отвечаешь, глагол отвечать, антвортен, антвортен, их антвортен, а как же будет, ты отвечаешь, пишите сейчас в комментариях, потренируйте, как вы усвоили эту тему, то есть в этом слове антвортен вы тоже увидели, что наша тема сегодняшняя прям непосредственно имеет отношение к этому глаголу, таких на самом деле слов очень много, поэтому будьте внимательны, потренируйте обязательно под этим видео ваши выражения, слова, пишите в комментариях, чтобы у вас самое главное было теперь понимание, откуда оно берется, почему и когда. Не прощаемся, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, с вами была Фрау Анжелика, alles gute und tschüss, auf Wiedersehen! Субтитры сделал DimaTorzok